Друзья, я очень надеюсь, что сегодняшний ролик будет воистину классный, потому что это одна из моих лично самых любимых рублик... Рублик... Рубрик! И я надеюсь, ваших тоже, потому что мы берем с вами абсолютно жизненные, естественные истории, без каких-либо постанов их смотрим и разбираемся, вот знаешь, в судьбе компьютеров. У нас есть два агрегата, которые я хотел бы сегодня посмотреть. Не знаю, получится ли их в пределах одного ролика, либо двух сделать, но это настоящие свеженькие агрегаты, которые уже имеют проблемы. И начнем, смотри, у нас есть два заказа 3292 и 3293. Знаешь, что самое интересное? Один вот такой залман черненький и вот такой вот беленький у нас, это что у нас, айр-кульчик. Что бы ты предпочел посмотреть? По сути, это прям один за одним пришли. Белый или черный? Конечно, логично. И значит, судьба у него такая. Заходит клиент прям с утра и говорит то, что все идеально работало, нареканий вообще никаких не было, но он потух на ровном месте и никаких предысторий у меня нет. То есть у нас свежая платформа, которая пахала, трудилась, причем на B550 чипсете. То есть это у нас, знаешь, AM4 прям свежачок, RTX 2060 и уже какие-то проблемы с ней начались. Как так-то? Как так-то, друзья? Давайте посмотрим и, возможно, для кого-то это будет полезно, у кого-то с такой ситуацией столкнется, уже будет знать на нее ответ, если мы его сегодня с вами найдем. Сначала мы что делаем? Должны сделать внешний осмотр, друзья, чтобы понять, с чем мы с вами столкнулись. Несмотря на то, что я сказал, что уже AM4, я, честно сказать, еще системник изучить не успел. Давай открываем стек... Ой, стеклышко. Это я так же сделал, когда ты разбил. Да? Да, опасное дело. У тебя, кстати, такой же корпус, да, Женька? И такое же стекло было. Хорошо, что оно осталось. Итак, ух ты! Первое, что мы видим сразу, знаешь, для чего мы открываем крышку? Чтобы понять, кем собиралось. То есть, собиралось ли это человеком опытным, либо это собиралось, ну, назовем так, эх, умею собирать и соберу. Здесь мы видим ту ситуацию, которая как раз-таки относится к эх, умею собирать и соберу, потому что у нас видно то, что в вертушке, вернее, кулер, несмотря на то, что дует в нужную сторону, он, ну, башенка, смотри, Арктик, вверх по тормашками, это не эстетика. Ни один уважающий сейчас сборщик так не сделает. Не эстетика то, что у нас используются вот такие вот красные саташники, причем один не подключенный, все как это торчит. Ну и, конечно, ни один уважающий сейчас сборщик. Все оперативы в нужных слотах. Да, оперативы все в нужных слотах, там без разницы. И у нас, посмотри, ни один уважающий сейчас сборщик, конечно, фронтальную панель USB не будет вот так подкидывать, он аккуратно пройдет через заднюю стеночку и все это наперед подключит. Поэтому мы сразу понимаем, что собиралось это не профессионалам, если можно выразиться, если можно вообще разделять сборщиков на профессионалов и нет. Скажем, ну, не суперопытным человеком, либо человек, который не заморачивался и вообще не имел время на эту сборку. При том, что железо у нас свежее, посмотри еще, что сзади находится, давай тоже глянем. А, ну, все, красота, красота, находится у нас MPG, облачок неплохой. И давай глядим, как себя аппарат ведет. Человек говорит, он крутится, вертится, какая-то ошибка висит и все. Щелк и подрубаем. И подрубаем. И смотрим с тобой. Женька, что у нас происходит? У нас с тобой происходят посткоды. Хорошо, что наша материнская плата это все дело поддерживает. И мы видим с тобой посткод 22. Нам не нужно особо даже куда-то глубоко лезть в данном случае, потому что у нас есть вот эти вот четыре индикатора, четыре фонарика, я их назову. Лампочки, которые нам могут четко дать понять, на чем мы висим. Слушай, он пошел перезагрузку, кстати, на 22 повисел. И опять на 22 ходу. А это у нас, друзья, дырам. То есть он у нас висит на оперативной памяти. Естественно, я при приемке клиенту уточнил, что уже делалось. Потому что он сказал эту информацию, что он висит, судя по всему, на как раз-таки памяти. Он говорит, я уже память-то, все планочки поперерел, по одной подсунул, это ничего не помогало. Мы должны в любом случае сделать то же самое с вами, чтобы наглядно убедиться, что в этом проблемы нет. Берем заведомо рабочую вещь. Даже поскольку у нас висит на дырами, то это может быть с чем связано. Мы тут сразу должны по своим понимать несколько моментов. За слоты отвечает у нас, что, Жень, за связь с памятью. Что у нас отвечает? Ты уже профессионал в этом деле. Процессор. Как минимум процессор, абсолютно верно. Причем это AMD. Вообще это прям напрямую. Мы знаем, что чуть стоит двинуть башню на М4, сразу проц может загулять. То есть ногой пнул, допустим, комп. Сколько у нас раз было, мы отправляли системники в другие города, и он доезжал, не включается уже. Нашу оперативочку вставляем, приоритетный слот и смотрим. Ванька, сможешь взять трубочку? То же самое, даже ничего у нас не изменилось. Соответственно, следующим шагом мы что должны делать в этой ситуации? Давай. Красава. Красава. Мы тут вообще, знаешь, просто идем просто, называется, по следам. Потому что мы прекрасно понимаем, что это уже может быть с этим связано. И не раздумывая, не морочив себе голову, мы первым делом сюда лезем. А чтобы сюда нам добраться, нам нужно сначала снять охлад. Вот за это я это не очень люблю, но Арктики я уважаю. У них действительно ничего не отлетает, видишь? Можно просто снять аккуратненько, и мы, в принципе, получим доступ. Причем это одни из самых неплохих воздушных охлаждений. Получается, я искренне верю, что тут просто достаточно неплохой. Чтобы такой Арктик ставили. То есть деньги у людей были. Это не так, что ты, знаешь, собрал себе какую-то бич конфигурацию. Здесь действительно человек постарался. И давай. Здрасте. На ремонтик? Ага, хорошо, сейчас, буквально секундочку. И мы что-то берем. Берем вот такую штучку. Сейчас Иван договорит, хорошо, молодой человек. И вот к нему подойдете, вас запишет, хорошо. И мы с вами добираемся вот сюда. Мы добираемся сюда. Легким движением мы с тобой все это дело выкручиваем. Даже тут эта отвертка не пригодится. Вот этой достаточно будет. Опа, достаем. И мы сейчас просто смотрим, как он корректно установлен, просто или нет. Бывает, что для таких моментов помогать просто из серии вставили, высунули. И этого достаточно. И я искренне надеюсь, что у нас сейчас очень быстро мы с тобой определимся. Снимаем охлад. И видим то, что у нас в целом... Это точно импл, да? Как? Опа, берем тряпушку. Вань, барышню запишешь, хорошо? Там же, я смотрю, наш наклеечка есть, да? Да. А что с ним произошло? То, что самое нечемное. А, все, тогда я понял. Да. Материнская плата, которая, да? Да. Есть секундочку присесть? Да. Хорошо. Еще момент тогда. Опа. А мы сейчас быстро одну вещь проверим, и я сразу посмотрю. Есть же, да? Пять минут. Все, хорошо. Давайте посмотрим сразу, что тут стоит. А, только не это, только не это, только не это. Знаешь, почему я говорю, только не это? А, это те самые, которые твои любимые? Это мои любимые Разина 9. Вот Разина 9, у меня, знаешь, уже этот тик. Давай посмотрим. Разина 9, мы знаем, что бывает такое дело, бывает такое дело. И дело такое бывает. Знаешь, у меня вот примерно ощущение вероятности 600. Что если мы сейчас воткнем наш камень, мы увидим картинку. А после, когда воткнем 9 Разина обратно, мы ее, надеюсь, тоже увидим. Для этого и эта история подойдет к быстрому, к своему, логичному завершению. Я на это очень надеюсь, мы на это время не потеряем. Делайте ваши ставки пока. К этому всему делу. Опа. Опа. А? Да, да, да. Ага. И смотрим. Пара-па-пам. Парам-пам-пам. Сорок третье в третье. Пошел в перезагрузочку. 15-й пускотный дырами висит. Дырам еще, дырам. Вот, видюха пошла. Опять и работает нормально, учитывая то, что мы проц меняли. Какой долгий, да? Слушай, прям это я уже начинаю слегка переживать. Он прыгает у нас между чем? Между ВГ и дырамом. Б2. Во, все. Слава богу. Запуск есть. Все, мы просто очень-очень долго определили проц. Это, что говорит, плата живая, видюха живая. Память тоже явно проблема не в ней. И теперь идем сюда. Жень, быстро с тобой не будем уходить от сути. Нам остается с тобой что сделать? Переткнуть. Да, и посмотреть, картина будет или не будет. На самом деле, помогали эти все моменты достаточно часто. И мы с тобой смотрим это, сможем убедиться. У нас действительно проблема с тобой, назовем так, на поверхности. Когда все живое, мать живая, тут сложности уже у нас, друзья, не возникнет с вами. Потому что мы с вами быстро решим, где беда. И смотрим просто. Давай. У нас с тобой одна надежда, друг. У нас с тобой одна надежда, что он сейчас просто пройдет и мы увидим картинку. Плохо дело. Ой, плохо дело. Все, брат, по-моему, мы с тобой приговариваем. Ну да. Контроллер памяти, судя по всему, себя чувствует очень плохо. Та же самая зависает на 22 ошибке, на дырами. И изображение мы сейчас, судя по всему, не увидим. То есть у нас, скорее всего, на равном месте отлетает Ryzen 9 и 3920X. Еще в одну вот эту копилку, знаешь, это у нас просто уже волхало вот этих вот Ryzen 9. Там целая, знаешь, очередь на небушко. Это просто жесть какая-то. Да не смешно, если честно. Но все, у нас момент такой. Но вы помните прекрасно. На самом деле были случаи, когда мать вот так вот деградировала, ее питальники. И с более слабой процин, наш, она запускает. А, допустим, уже более мощный, нет. Поэтому мы пока не приговариваем в данном случае Ryzen. А еще должны подкинуть ее в другую мать и с этого убедиться. Но мы продолжим после того, как я проверю системник барышня. Друзья, ну что, момент истины, да? Момент истины, который я уже знаю, просто хочу вам показать. Друзья, установленный, там уже вон автостартанал даже. 3900-й внутри, на заведомо рабочей матери. Совсем заведомо все рабочим. Все проверено. И мы, хоть смотрите, хоть не смотрите, мы не дождемся картинки, друзья. Поэтому, да, я официально приговариваю в очередной раз. Уже, знаешь, прям с языка можно снимать. А Ryzen опять сдох. Ryzen 9 3900X на сегодняшний момент. Вот, проц, который, наверное, 1020, если не ошибусь, стоит все-таки плюс-минус. То есть, вот, что бы не хотел, рыбутится, крутится, вертится. Но изображение почему-то никак не выходит. И висит на ошибке D-Rama. Что, предположительно, конечно же, мертвый контроллер памяти, который не позволяет нам увидеть здесь картинку. С этим моментом можно делать все, что угодно. Но это всего лишь, друзья, диагностика, которая нам говорит о том, что мы можем отзвониться человеку прям при вас и обрадовать в кавычках, вернее. Но у человека все на гарантии. В том-то и прикол. Вы слышали в начале ролика, я сказал то, что комп свежачок. Его только-только-только, по сути, собрали. И у нас уже отвалился этот великий Ryzen 9 3900X. Поэтому я хочу, чтобы вы даже, называется, этот момент-то услышали. Так что, отзваниваемся клиенту и сообщаем. 3.2.9.3. Евгений, здравствуйте. Это Даня по поводу вашего системичка, который вы только-только принесли. Ну, тут могу только вас либо обрадовать, либо горчить. Слава богу, что у вас все на гарантии. Но у вас умер Ryzen 9 3900X. То есть сам прот себя, к сожалению, скорее всего, контроллер памяти в нем накрылся. Либо и что. Нигде он не стартует. Вся остальная ваша платформа стартует с другим протестом. Поэтому нести этот камень по гарантии. Да и, собственно говоря, все. Поэтому можете сейчас подходить. Я вас сориентирую. Уже будем думать, что делать дальше. Хорошо. Ну, давайте я сейчас, в принципе, подойду. Подходите, Евгений. Хорошо, до встречи. Давайте. Соответственно, что мы быстренько сейчас подсобираем все обратно. Клиенту отдаем проц. Он бежит по гарантии и решает эти вопросы. Надеюсь, что ему по гарантии это все вернут. Но вот такая статистика. Это тот момент, почему я не сильно рекомендую Ryzen на сегодняшний момент. Потому что, ну, просто. Вот хорошо иметь мастерскую, где ты можешь все наглядно смотреть. Он недолго проработал и умерел. Не факт, безусловно, что у вас это произойдет. Но в нашем случае это тот случай, который есть. Поэтому, друзья, мы плавно с вами, раз у нас получилось здесь достаточно быстренько, переходим вон к тому интересному заказу 3292. Несмотря на то, что он пораньше был, мы его посмотрим попозже. Несмотря на то, что у клиента была жалоба, что этот красавчик не включается, он у нас полностью включился. И на самом деле проблемка оказалась относительно банальная. Просто не был нормально засунут до питания нашей видюшки 8 пин. То есть, оно там то был контакт, то не было. У нас сразу включился. Доткнули, включается 100% без вопросов. С клиентом мы созвонились. И он сказал, что, друзья, ну тогда настройте мне системку, поскольку сборочка абсолютно новая. И сделайте, пожалуйста, анлок турбогуста. И следующий кадр уже будет как раз таки, я вам покажу сравнение. Аналог турбогуста 2011 дробь 3. Насколько это действительно хорошо, насколько это добавляет вам мощности. Вот, и есть ли какие-то нюансы. Отлично, красава. Мы, друзья, Bench делаем 20 потоков и CPU. И получаем примерно 4300 поинтов, да. Отлично, тормозим все это дело. Завершаем работу. Не обращаем внимания на эту мелкую ошибочку. Давай, завершай работу. Комп. Теперь смотри, какая волшебная штука есть. Что из себя вообще это представляет, штуковина, да. Запомнили, да, цифру? 4300. Какая рифма на 4300? Напишите, напишите в комментариях. Что-то так долго, и он выключается? Давай, соберись. Теперь, друзья, смотри, что я вам сейчас покажу. Мы заходим с вами в великий и могучий BIOS. Великий и могучий BIOS. Давай, давай, друг. И у нас там кое-что сейчас появится. А появится что-то очень необычное. Давай. Отлично, смотри. Теперь знаешь, вот не у всех такое есть, но если ты сюда передержишь в boot и сделаешь вот так, вот ты увидишь Happy PC Turbo. Это специальная функция, которая добавляется в нашей компьютерной мастерской и добавляет мощности вашему компьютеру. Стоит абсолютно бешеных сумм. Вы сами видели, я тысячу рублей за всю эту процедуру у человека прошу. Вот, за Unlock Turbo Boost. Напишите в комментах, что это дорого. Так, а теперь смотри. Мы загружаемся в системку с тобой. И ты видел, да, то, что мы 4300 с тобой набирали. Теперь смотри, сколько мы наберем сейчас. Мы быстро-быстро-быстро включаемся. Щелкаем Bench, наши потоки. И посмотри, сколько мы получаем. 4600! 4700! Если мы зайдем в диспетчер устройств, ты просто обалдеем от того, насколько... Давай, покажи нам, глянь, 3.5. 3.5 мы брали. Вот вам, по сути, и знаменитый Unlock Turbo Boost. Что из этой всей ситуации можно сказать? Во-первых, если кому интересно, как все эти процедуры делать практически на любых материнских платах 211v3, я ссылочку оставлю. Технопланета, ребята, рассказали максимально подробно. По сути, по такому же алгоритму я этот Unlock Turbo Boost делал. Что еще хочу добавить, друзья? То, что в данной конфигурации, то, что я вам сейчас показал, это очень нестабильная вещь. К сожалению большому, опять, я пока на 100% не уверен. Пока я тестировал, то есть я вам показал сейчас вкратце. На АДУ, грубо говоря, там он 3.1-3.2 держит. При этом... Ага, сейчас, секундочку. При этом где-то 4.3 мы набираем. И уже с Unlock мы набираем примерно 4.6. То есть достаточно ощутимый прирост. Вот, и при этом 3.5 турбинса. Но работа нестабильная. То есть сейчас комп себя, он может в рандомный момент вообще зависнуть. Ведет себя настолько странно. И вот сейчас постараюсь уже до конца определиться, это действительно связано с Unlock Turbo Boost либо с чем. И вам дам обратный ответ. Но вещь нестабильная и не очень приятная. Вот то, как он сейчас себя ведет. Он хотел поставить турбобуст. Но внутри у него пуст. Пуст его турбобуст. И на сердце у нас капуст. Друзья, подводи итоги по сегодняшним моментам. Мы с вами определились с Ryzen это разочек. Что касается вот этого красавчика 3292, то изначальная проблема была действительно не... Человек не доткнул подключение PCI-Express 8Pink видюхи. Это первый момент. Второй момент важный, который мы попросили, он попросил сделать турбобуст. Турбобуст сделан, но система в данном случае ведет себя на нем нестабильно. Именно поэтому, если мы суммируем, то некоторая работа вообще была по факту зря проделана. Я откатил все назад. Работает аппарат гораздо более стабильно и прекрасно, чем когда ты делаешь вот этот вот знаменитый турбобуст. То есть вы какой момент должны из этого всего извлечь? То, что как бы это знаешь, вот часто пишут, когда мы, допустим, там собрали на какой-то X99, вытрели бы клиент, систему говорят, почему мы не сделали тот же самый вот этот вот анлок турбобуст. Потому что, к большому сожалению, далеко не на всех платах он себя стабильно ведет. То есть это своего рода на свой страх и риск вы делаете. Более того, сейчас к пяти часов вечера подойдет клиент в точности такой же с платой, который дома, почитав, между прочим, наш комментарий к его ролику. Мы как-то делали сборку, помните? А, вот, давайте я, кстати, покажу наглядно. Да, это отлично. Покажу наглядно. Мы вот видите, кстати, большое спасибо вам за поддержку. Мальчик собрал дешевый игровой ПК. Видите его плату? Та же самая, та же самая плата. И вот он сейчас придет после того, как почитал комментарий к тому, что где говорят. Где же тут я даже анлок? Я даже постараюсь это найти, наверное. Анлок. Если там есть какой-нибудь. Анлок. Вот так вот. И сейчас пролистаю. Вдруг я что-нибудь найду здесь. Наверное. Это как раз-таки. Анлок. А вот. То придется поработать анлоком турбобуста, таймингами. То есть ребята посоветовали. Парень себе сделал анлок турбобуста, и у него зависание теперь. По сути, это вот такие же, которые у нас на этой плате. Поэтому учитывайте такой момент, друзья. И берегите свои компьютеры, чтобы они нестабильно работали. Это самое главное. Потому что у компьютера задача выполнять ваши задачи. И ни в коем случае не зависать через каждые 5-10 секунд. Спасибо, что посмотрели. Не забывайте то, что у нас есть замечательный форум. BitGit.net Куда вы можете перейти, задать ваши компьютерные вопросы. И замечательное содружество таких ребят, как вы, как мы, как оператор Женька, помогает на них отвечать. Более того, если вы там помогаете друг дружке отвечать на вопрос, вы получаете так называемые биточки. Это классная штука, которую можно в дальнейшем обменивать на всякие бонусы от нашей компьютерной мастерской. Наклеечки, коврики, что еще, маечки. И наши просто улыбки. Поэтому спасибо, что нас смотрите, поддерживаете. И не забывайте, пожалуйста, тоже вот, знаете, алгоритмам Ютуба немного помочь. Поставить лайк, написать комментарий. Нам очень-очень-очень это будет важно. Увидимся в новых уже компьютерных историях. Потому что в этой мастерской много происходит чего интересного, компьютерного, сложного и не только. И я думаю, для всех это достаточно интересно за этим следить. Все. До завтра, до новых компьютерных историй. Пока. Пока. Продолжение следует.